Здравствуйте и добро пожаловать на программу «Изменяющий твой мир». Меня зовут Крефла Доллар, и мы говорим об эмоциях. А корень любых негативных эмоций — это ощущение бессилия. Но у вас больше силы, чем вы себе представляете. У вас есть сила преодолевать плохое настроение. У вас есть сила преодолеть любое негативное пророчество. У вас есть сила побеждать. Смотрите эту программу, и вы узнаете, что в вас есть сила, потому что тот, кто в вас, сильнее того, кто в мире. Смотрите программу. 3 Иоанна, стих 2. Готовы? Читаем. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты здравствовал и преуспевал во всем, как преуспевает душа твоя». А в расширенном переводе это звучит так. «Возлюбленный, молюсь, чтобы ты процветал во всем и был физически здоров, как здорова душа твоя, и преуспевает». Мы говорили о том, что человек — духовное существо. «У него есть душа, и он живет в физическом теле». Мы знаем, что человек не только обладает духом, он — духовное существо. Но о душе мы говорили очень мало. Душа — это та часть человека, где происходит мышление, где принимаются решения и звучат эмоции. Мы много говорили о мышлении. Мы знаем, что каковы мысли в сердце человека, таков и он. Мы знаем, насколько важно, чтобы в голове были богоугодные мысли. Мы даже говорили о принятии решений. Библия учит. «Предлагаю тебе жизнь или смерть, благословение или проклятие. Выбирай». Мы говорили и об эмоциях, но не так уж много, поскольку не научились еще не допускать того, чтобы наши эмоции не управляли нашей жизнью и решениями. Это часть проклятия. Когда Адам увидел плод, он был очень привлекательным, и его эмоции завели его туда, куда ему не следовало попадать. Позвольте дать вам определение слова «эмоции». Чтобы нам было от чего отталкиваться. Эмоции — это внутренние ощущения, вызванные болью или удовольствием. Внутренние чувства. Итак, эмоции — это чувства. Они находятся в области души. Это чувства внутри человека, вызванные болью или удовольствием, которые хотят вести нас в определенном направлении. Я хочу, чтобы вы это понимали. Эмоции — это чувства, вызванные болью или удовольствием. Они стараются вести вас в определенном направлении. Я также упомянул в прошлый раз, если ваше мышление соответствует Божьему Слову, тогда вы не будете ощущать в себе неуверенность, и не будете стремиться управлять людьми. Если вы не можете управлять своими эмоциями, тогда вы будете стараться управлять тем, чем Бог не поручал вам управлять, то есть другими людьми. Пожалуйста, поймите, что я имею в виду. Ваши эмоции следуют за вашим мышлением. Значит, куда идут ваши мысли, туда последуют и ваши эмоции. Если ваше мышление в согласии с Божьим Словом, тогда у вас будет то, что апостол Павел называет «святыми эмоциями». Но если ваше мышление противоречит Слову, тогда у вас будут эмоции, противоречащие Слову, и эти эмоции будут уводить вас от Божьего Слова. А эмоции, согласующиеся со Словом Божьим, эмоции, следующие за мыслями, соответствующие Слову, будут вести вас к Божьему Слову. Итак, ваше мышление будет определять тип ваших эмоций, и ваши эмоции или чувства будут вести вас либо к Богу, либо от Бога. Нам пора это осознать. Нам пора это понять, потому что на примере своей жизни я видел, что некоторые из моих прошлых решений оказались плохими, потому что мое мышление противоречило Слову. А мои эмоции были заодно с мыслями, и эти эмоции еще больше удаляли меня от Божьей воли. Именно этого и добивается сатана в жизни верующих. Он старается через ваши эмоции и ваше мышление отдалить вас от Божьей воли для вашей жизни. И когда вы оказываетесь в ужасном месте, то, конечно, задаетесь вопросом, «А как я здесь оказался?» Мы просто не обращаем внимания на эмоции, а должны бы. Я знаю, что праведной верой жив будет. Но у вас есть эмоции, и если вы не знаете, как управлять этими эмоциями, они будут управлять вами. Если вы не знаете, как совладать со своими эмоциями, они возьмут верх над вами. Если вы не научитесь контролировать свои эмоции, ваши эмоции будут контролировать вас. Вы можете своими эмоциями управлять. Скажите громко, «Я могу управлять своими эмоциями». Самоконтроль — это благочестивая сила, данная Богом, чтобы мы могли направлять свою жизнь туда, куда желает Бог. Задумайтесь об этом. Самоконтроль, или, как это названо в Библии, целомудрие, это может быть использовано Богом. Но если у вас нет целомудрия, поэтому оно в списке плодов Духа. Самоконтроль или целомудрие? Ведь когда мы позволяем себе утратить контроль над своими чувствами, мы разрешаем себе принимать решения, о которых впоследствии будем жалеть. И последнее. Нам нужно следить за тем, насколько мы контролируем свои эмоции, чтобы не контролировать то, что не надо. Сегодня речь пойдет о корне такой ситуации, и я хочу, чтобы вы задумались об этом. Прежде всего, вы должны осознать, что нельзя допускать, чтобы эмоции управляли вами. Это часть проклятия. Адам не находился во власти своих эмоций до тех пор, пока его жена не захотела взглянуть на тот привлекательный плод и показала его ему, и дала ему, и он ел. И на основании своих чувств они приняли решение не повиноваться Богу. И это эмоциональное решение привело всех к нашей настоящей ситуации. И я даже не понимаю, почему мы до сих пор не старались разобраться с этой ситуацией, потому что сейчас эта проповедь становится самой важной из тех, что я вам проповедовал до сих пор. Где же корень? Именно об этом я хочу учить вас сегодня. Я верю, что это корень, который мы должны вырвать. Ощущение бессилия. Я думаю, что это корень любой негативной эмоции в жизни человека. Чувство бессилия. Я буду говорить об этом. Я не хочу говорить как врач, но мы имеем дело с серьезной проблемой, и нам нужно ее победить. Более того, я скажу с верой, у нас уже есть эта победа. Давайте скажем, я управляю своими эмоциями. Мои эмоции не управляют мной. Я не буду принимать эмоциональных решений, и я не позволю своим эмоциям властвовать над моей жизнью и уводить меня от Божьей воли. Аминь. Ощущение бессилия. У вас когда-нибудь в жизни были ситуации, когда вы ощущали себя бессильными? В мире нет ощущения хуже, чем быть в ситуации, в которой вы бессильны. Чувство бессилия — это корень всех негативных эмоций в нашей жизни. Чувство бессилия. Если вы хотите избавиться от вспыльчивости, если вы хотите избавиться от гнева на самого себя, который ведет к депрессии, осуждению, вам придется избавиться от этого корня. Послушайте, что я упомянул. Вспыльчивость, гнев, злость на себя, осуждение, депрессия. Это все то, о чем мы не любим говорить в церкви. Мы лишь хотим хлопать в ладоши и петь «все будет хорошо». И все хорошо, пока вы здесь. Но когда вы возвращаетесь домой, эти эмоции берут над вами верх. Но для того, чтобы победить их, вам нужно победить это. Вам нужно преодолеть ощущение бессилия. Депрестия — это в сущности гнев, обращенный внутрь. Если вы злитесь и не избавляетесь от гнева, и он обращается внутрь, тогда вы впадаете в депрессию, которая производит осуждение и ощущение безнадежности. Вы гневаетесь, ничего с этим не делаете. Или вы гневаетесь, не осознавая, что этот гнев — проявление стремления манипулировать людьми. Но манипулировать не удается. Вы не получаете, что хотите, затем обращаете этот гнев внутрь себя, и внезапно на вас надвигается осуждение и депрессия, которые производят безнадежность. Все эти негативные эмоции вырастают из корня бессилия, чувства, что ситуацию вам не изменить. Я встречал людей и консультировал супружеские пары, которые ощущали неспособность что-либо изменить. Но послушайте меня, в супружеских отношениях, когда возникают проблемы, менять нужно не супругу, а себя. Для исправления любых отношений нужно менять себя. Но когда вы ощущаете бессилие и неспособность изменить себя, вас наполняют все эти негативные эмоции. Дьявол пытается убедить нас по нескольким пунктам, чтобы мы поверили, что не можем измениться. Я хочу, чтобы вы их записали. Первое. Дьявол пытается убедить нас в том, что мы не можем изменить обстоятельства своей жизни. Он желает убедить вас в том, что вы не в силах изменить свои жизненные обстоятельства. Второе. Дьявол пытается убедить нас в том, что мы не можем изменить свой характер. Что мы не можем изменить свой характер. Вы, наверное, не раз слышали, как люди говорят, «У меня просто такой характер». Я из Нью-Йорка, и меня так воспитали. Нет, вы можете изменить свой характер. И третье, в чем дьявол стремится убедить нас, то, что мы не можем избавиться от своих слабостей. Он пытается убедить вас в том, что вы не можете бросить курить. Я не могу без сигарет. Более того, если брошу курить, сразу потолстею. Вранье. Вы обманываете себя. Он убедил вас и заставляет вас поддерживать его определенными решениями. Пожалуйста, послушайте меня. Он желает убедить вас в том, что вы не можете изменить свои обстоятельства. Он желает убедить вас в том, что вы не можете изменить свой характер. Он желает убедить вас в том, что вы не в силах победить свои слабости. Но я скажу вам прямо, вы можете изменить свои обстоятельства через Божье Слово. Я говорю вам, вы можете изменить свой характер, если будете любить людей Божьей любовью. Я говорю вам, когда вы слабы, Иисус обещает сделать вас сильными. Он старается проникнуть в вашу жизнь и управлять вашими эмоциями и чувствами. Итак, Бог дал вам право Я хочу заложить фундамент, прежде чем мы продолжим У каждого из присутствующих здесь, кто знает Иисуса как своего Господа и Спасителя есть данное Богом право на перемены в жизни Итак, каков масштаб у данной Богом власти? На что она распространяется? У вас есть данное Богом право У вас есть данное Богом владычество У вас есть данное Богом власть У вас есть власть управлять своими эмоциями У вас есть власть над жизненными обстоятельствами Да и аминь Какими бы ни были обстоятельства, у вас есть власть над этими обстоятельствами У вас есть власть над обстоятельствами, над болезнями, над слабостями, над немощью У вас есть власть над дьяволом «У вас есть власть. Бог дал вам власть. Скажу вам больше. Нужно быть облачённым в плоть, чтобы иметь власть на этой планете». У дьявола нет власти на этой планете, поэтому он стремится завладеть телом человека для того, чтобы приобрести власть на этой планете. У бесов нет власти на Земле, поэтому они стараются завладеть кем-то, потому что не имея тела, мы не имеем власти. Бог сам установил этот закон, и ему также пришлось подчиниться этому закону. Именно поэтому Ему пришлось родиться от Девы, чтобы облечься в земную плоть, и теперь у нас есть Бог во плоти, обладающий властью. Бог устанавливает законы, и установив их, Он сам подчиняется им. Например, мы молимся целый месяц, и кто-то может сказать, пустая трата времени. Нет, не пустая трата времени, потому что главная причина того, что на земле столько зла, и Бог ничего с этим не делает, в том, что люди не находят времени призвать Бога в молитве на помощь. Если вы не находите времени, чтобы привлечь Бога в обстоятельства и ситуации в вашей жизни, тогда Он не будет в них участвовать. Хотя Он достаточно силен и могуч, чтобы разрешить проблему, власть у вас. Если вы не позволите действовать в ваших финансах, в вашей семье, в вашей жизни, в вашем служении, Он не будет действовать. Почему? Потому что Он сам так устроил. Каждый день я благодарю Бога за то, что Он участвует в жизни членов нашей церкви, заботится об их безопасности, об их финансовом благополучии, участвует во всех аспектах их жизни. Я хочу, чтобы Он участвовал в моей жизни, чтобы у меня была власть, которую Он дал мне. И бросьте это ложное смирение. О, Господи, я знаю, что недостоин. О, Боже, я не могу приказывать Тебе, что делать. Я не приказываю Ему, что делать. Я делаю то, что Он повелел мне делать. То, что вы свяжете на земле, будет связано на небе. Он говорит, здесь наверху ничего не происходит, пока вы не сделаете этого там внизу, потому что вам дана власть. Вам была дана власть изменять обстоятельства через Божье Слово. У вас есть власть на это. Вам дана власть изгонять бесов. Вам дана власть связывать духов, которые действуют через людей, нанося вам вред. Но если вы этого не сделаете, так вы и не воспользуетесь властью, которая была дана вам по праву, как сыновьям и дочерям Божьим во имя Иисуса. Как вы думаете, что значит это слово «имя»? Найдите это слово в греческом. «Имя» обозначает власть, властью Иисуса. Мы так зациклились на имени, что забыли о власти. Вы без конца твердили «Иисус, Иисус», но не знали, что у вас есть власть воспользоваться именем Иисуса. Потому что если вы знаете, что у вас есть власть воспользоваться его помощью, вам достаточно будет лишь один раз призвать его имя. Вы понимаете, что я говорю? У нас есть власть, а мы миримся с тем, чем мириться не обязаны. Мы терпим то, что терпеть больше не должны. Мы слышим, как люди говорят «это невозможно», и мы верим им. А в Библии давно написано, что у нас есть власть. Слава Богу! Позвольте дать вам небольшой урок истории, прежде чем я расскажу, на что действует наша власть. У нас есть власть над собственными эмоциями, но не только. А теперь... Вы знаете, что произошло вначале? Бог дал человеку два дара — семя и власть. Вы знаете, что в книге «Бытие» говорится, как Бог дал Адаму власть над землей в саду. Итак, Бог дал власть человеку. Что такое власть? Это право управлять. Это право руководить. Это данное Богом право пребывать в этой власти. Итак, Бог дал власть над землей Адаму. У Адама была власть над землей в Эдемском саду. А теперь вопрос. Как Адам распорядился властью, данной ему Богом? Он что? Он передал кому? Он передал ее сатане. И когда Он передал власть сатане... Поймите, что произошло. Он дал эту власть сатане, и сатана стал Богом этого мира. Он стал Богом этого мира. Итак, власть была отдана сатане, и как только это произошло, сатана получил власть над землей. И Бог ничего не мог поделать, потому что не мог нарушить Своего Слова. Он ни за что не нарушит Своего Слова. Бог не может пойти против Своего Слова. Итак, теперь сатана получил власть. Бог больше не может сотворить другого человека из праха земного, потому что у него больше нет власти над землей. Человек отдал эту власть сатане. Бог не будет ничего делать на этой земле, потому что у него нет власти. Ему нужно найти человека. Ему нужно вернуть эту власть. Теперь у сатаны есть право. У него было право тогда. У него было право управлять, потому что это право было передано ему, и Бог не нарушит. Ему осталось лишь работать над своим планом, найти человека по имени Авраам, и нести Ему Своё Слово. Своё Слово, Своё Слово, Своё Слово. Человека, который поверит Его Слову, Его Слову, Его Слову. И смотрите, и Слово стало чем? Плотью. Итак, пришёл Иисус. И как написано в 1 Иоанна 3,8, Он пришёл, чтобы разрушить дела дьявола. Но не только для того, чтобы разрушить дела дьявола, а также отобрать власть у дьявола. Итак, пришёл Иисус. Посмотрите, что происходит. Власть перешла от Бога, Адаму, от Адама к Сатане, от Сатаны к Иисусу, последнему Адаму. Итак, власть была дана первому Адаму, и последний Адам... Я не сказал второй, потому что третьего или четвёртого Адама никогда не будет. Он назван последним Адамом, потому что больше Адама не будет. Итак, последний Адам получил власть. Посмотрите на это. Он вернул власть и дал её каждому рождённому свыше человеку, верующему. И теперь мы видим от Бога Адаму, от Адама — Сатане, от Сатаны — Иисусу, от Иисуса — вам. Вопрос. У кого сейчас власть? Жезл передан вам. У вас есть власть в соответствии с Евангелием от Матфея 28,16. У вас есть власть, как говорится и в Луки 10,19. Даю вам власть наступать на змей и скорпионов, и на всю силу вражью. Здесь мы видим другое слово — власть. Я даю вам власть над любой силой. Вот что здесь имеется в виду. Я даю тебе власть над любой силой врага, и ничто не повредит тебе. «Прислушайтесь к этому, и ничто не повредит тебе». Не повредит тебе. Не повредит. Не повредит. Он принёс нам возможность избежать боли. Вы не должны страдать. И трудно не страдать, если вы не знаете, что не должны страдать. Но он сказал, «Я дал вам власть над любой способностью врага причинять вам боль». И ничто, никакие слухи, «Ножи в спину не причинят вам боль». Ничего. Ничего не причинит вам боль. Почему? Потому что у меня есть власть изменить всё, что произошло. Так зачем расстраиваться? Скажите громко, «У меня есть власть». Во имя Иисуса. А теперь скажите нечто важное. Заметьте, что эта власть была передана. Бог дал власть Адаму над чем? Мне нужно, чтобы вы произнесли это вслух. Бог дал Адаму власть над чем? Над землёй. Адам отдал власть сатане над чем? Над землёй. Иисус пришёл и отобрал у сатаны власть над чем? Над землёй. А потом он повернулся и отдал нам власть над чем? Над землей. Скажите, у меня есть власть над землей. У меня есть власть над землей. Готовы? Семь раз. У меня есть власть над землей. У меня есть власть над землей. Разве можно ощущать себя бессильным, если понимаешь, какой властью обладаешь? Бессильный? Кто, я? Да, но ты не понимаешь. Они заберут у меня дом. Минуточку, у меня есть слово и власть. У меня есть семя и сила. Я не бессилен. Для христианина, рожденного свыше и исполненного Святым Духом, нет такого понятия «ничего не могу с этим поделать». Нет такого понятия. Нет такого понятия. Даже не произносите этих слов. Почему? Потому что если бы я не давал Богу обета сдержанности, я бы дал вам в челюсть. Никогда не говорите «ничего не могу с этим поделать». Задумайтесь об этом. Как я могу быть бессильным? Как я могу ощущать бессилие, если я понимаю, какая власть была дана мне? Вы знаете, что я много проповедовал о власти. Вы можете приобрести записи этих проповедей. Сейчас я стараюсь объяснить вам, потому что дьявол очень хитёр в своих делах. И вы будете радоваться так же, как и я. Посмотрите, как он хитёр. Просто посмотрите на него, что он творил. Бессилие производит негативные эмоции. Но если вы знаете о своей власти, вы побеждаете бессилие. А это значит, вы побеждаете негативные эмоции. Потому что если что-то случается, о чём вы будете думать? Минуточку, у меня есть власть над этим. Что происходит в вашей жизни сейчас? Почему ты хандришь? У тебя есть власть! О, Иисус! Я знаю, что у некоторых из вас проблема с тем, что я вам сейчас скажу. О, Иисус! Говорят, сюда направляются торнадо. Если вы не хотите, чтобы торнадо разрушил ваши дома, выйдите во двор и воспользуйтесь своей властью. Воспользуйтесь властью. Дело в том, что вы никогда не увидите свою власть в действии до тех пор, пока не начнёте действовать с властью. Не знаю, откуда придут деньги. Власть! У меня есть семя и власть. Посейте и провозгласите. А потом идите спокойно спать. У вас есть власть, у вас есть право приказывать. Небеса ждут вашего поступка. Бог ждёт вашего поступка. Все ждут, когда вы скажете своё слово. Что вы скажете на этот счёт? Что человек запретит на земле, говорит Бог, будет запрещено на небесах. Что человек разрешит на земле, говорит Бог, будет разрешено на небесах. Небеса ждут вашего разрешения или запрета. Ждут ваших действий. Вы ждёте Бога, а Бог говорит, я уже передал тебе власть. Мы ждём, пока Бог что-то сделает, а Бог ждёт, когда мы начнём действовать. Я даже не буду напоминать вам про книгу псалмов, где написано, что вы — боги. Я это опущу. В псалмах Бог называет нас богами. Так он и сказал. А потом в Евангелии от Матфея Иисус вновь называет нас богами. Все знают, что вы не бог. Все знают, что вы никогда не будете богом. Но когда я даю вам власть... Но когда я даю вам власть... Власть жить в моём доме, доверенность на использование моего имени, возможность тратить мои деньги... Вы можете, если хотите, называть себя Крефла-долларом. Главное, чтобы у вас была власть. Но я знаю, где нас обманул дьявол. Я так и слышу людей, которые говорят, «Вы слышали, что он сказал?» Он говорит, что мы подобны Богу. Я этого не говорил. Я просто хочу показать, что поскольку Бог дал вам власть, он не будет сходить со своего престола, чтобы сделать что-то за вас. А потому делать придётся вам.